Седьмой класс, семнадцатая серия. Решение задач. Задача первая. Разделите 93 на 3 части, так, чтобы утроенная первая часть была равна удвоенной второй части или 5 раз взятой третьей части. Чему равна первая часть? Обозначим эти части за x, y, z. Значение суммы 93. Утроенная первая часть равна удвоенной второй части или упетеренной третьей части. Давайте выразим y и z через x. Можно выразить y через x. y равен 3 вторых или полтора x. Можно выразить z через x. z 3 пятых от x или 0,6 умножить на x. Теперь, если вот в это равенство вместо y подставить полтора x, а вместо z 0,6 x, то получится уравнение с одним неизвестным. Решая уравнение, находим x. x равен 30. За x обозначена первая часть. Значит, первая часть равна 30. Задача вторая. Белка за 4 минуты приносит орех в гнездо. Далеко ли орешник, если налегке белка бежит со скоростью 4 км в час, а с орехом 2 км в час? Допустим, расстояние до орешника x километров. Если белка бежит со скоростью 4 км в час, значит, время по дороге туда x делить на 4. Это время в часах. Время на обратную дорогу в часах. Туда и обратно за 4 минуты. 4 минуты – это 1 пятнадцатая часа. Так, теперь осталось решить это уравнение. Надо привести к наименьшему общему знаменателю. Наименьший общий знаменатель 60. Получится, после того, как здесь дополнительный множитель 15, здесь 30, здесь 4. Получится 45х равняется 4. Значит, х равен 4,45. Это расстояние в километрах. 4,45. Таков ответ. Задача третья. Сапоги стоили 800 рублей. Цена на них повышалась в 2 раза на 15%. Сколько стоят сапоги после второго повышения? Процент сотая часть. После первого повышения 800 надо умножить на 1,15. Это повышение на 15%. Получится 920 рублей. После первого повышения. Сколько стоят сапоги после второго повышения? 920 надо умножить на 1,15. Получится 1058 рублей. Таков ответ. Задача четвертая. Расстояние между двумя пристанями. Катер проходит по течению реки за 3 часа, а против течения за 4 часа. За сколько часов это расстояние преодолеет плод? Плод плывет со скоростью течения реки. Скорость катера по течению. Это собственная плюс скорость течения реки. Скорость катера против течения. Собственная скорость минус скорость течения реки. Если из первого равенства вычесть второе, что получится? Скорость по течению минус скорость против течения – это удвоенная скорость течения реки. Теперь давайте посмотрим, когда катер идет по течению. Допустим, расстояние S. Он идет вот с такой скоростью. То есть расстояние S – время в пути 3 часа. Путь делим на время. Получается скорость по течению. Скорость против течения S делить на 4. И если значение вот этой разности разделить на 2, получится скорость течения реки. Итак, за 1 час плод, двигаясь со скоростью течения реки, проходит 1,24 часть всего пути. Значит, все расстояние за 24 часа. Ответ – 24 часа. Задача пятая. Морская вода содержит 5% соли. Сколько килограммов пресной воды надо добавить к 20 килограммам морской, чтобы содержание соли было 2%? В 20 килограммах морской 5% соли. Давайте найдем 5% от 20. 1 килограмм соли содержится в 20 килограммах. Так, если 1 килограмм разделить на х, а х – это то количество воды, которое должно быть, чтобы содержание соли было 2%, 2 сотых. лишая уравнения по свойству пропорции, находим х. Воды должно быть 50 килограммов. Значит, к 20 килограммам морской надо добавить 30 килограммов пресной воды. Ответ – 30 килограммов пресной воды. КОНЕЦ Продолжение следует...